Посев сосны Крымской Здравствуйте, уважаемые друзья, в прошлом видео мы сеяли пихту Кавказскую, в этом видео мы будем сеять сосну Крымскую Сосна Крымская, но это схожесть процентов 70, прекрасно знаешь, что она взойдет, проблем никогда никаких не было Три банки у нас, постараемся засеять на 6 квадратных метров, мы сейчас посмотрим Сводит она хорошо, плотно, потом покажем, потом покажем естественно сеянцы прошлого года, семена Субтитры сделал DimaTorzok Да, так просто выбрасываем, как и в предыдущем видео, сосу с пихтой кавказской, вообще мы все семена сеем так, не знаю получится у нас Распределить три банки, посмотрим какая плотность будет Ну, скорость у нее хорошая, поэтому Поэтому Сеем так За что я не боюсь это, именно за сосну, она всегда сходит прекрасно, сходит раньше всех Ну, желательно равномерно ее просто раскидать по грядке Сегодня у нас опять же праздник у соседей Так что Музыка это не наша, сразу предупрежать Ну вот это примерно у нас ушло на три квадратных метра банка А у нас их три Мы попытаемся сейчас что-то придумать, конечно Ну, лучше больше, как говорится, тем меньше Да, при схожести она будет плотно Но, опять же, у нас проведливание очень хорошее тут, я еще говорил Ветер вот гудит, можно видеть по сетке вот Если наверх посмотреть, как он Тут поле Сетку прям болтает и пониже Понизить Поэтому, даже если она плотно так будет Ну, полив надо, естественно, умеренно соблюдать Чтобы У нас такого не было То есть, черные ножки, я имею ввиду Это ушла только одна банка Сейчас мы маленько ускоримся С coworkers У nurses Продолжение следует... Друзья, не удивляйтесь, что так плотно, я всегда так сею, и уже не один год, и поэтому... Просто в этом году опять мы не успели подготовить грядки все, но я думаю, когда мы все обустроим, этот теневик, второй теневик, она будет сеяться уже более, как пореже... Когда она пореже, она просто чуть-чуть повыше и все... А ей тогда посвободнее расти, и мелкая сосна она в принципе... Ну, опять берем нашу волшебную досочку... Кто не видел, как она делается... Можете просмотреть видео с пастером пихты кавказской... То есть, я думаю, труда не заставит придумать такую досочку... Сделать ручку здесь, отшлифовать и... И начинаем опять... Подшерк... Придавливаем... Прид suffering? Ура! Продолжение следует... 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 сосна крымская, она очень схожа с кедром, у меня такая же длинная иголка, меня иногда спрашивают, почему вы не выращиваете кедр, ну не выращиваем кедр, потому что она хватает сосны, смысл его выращивать, и если выращивать, то для добычи, например, ореха, ну орех надо ждать, это очень долго, поэтому мы кедр не выращиваем, когда есть связи с Викутией, можно будет спокойно ребятам заказать, набили шишку и свежий кедровый орех, семена кедра появились, да, можно будет потом гималаевский кедр есть, там более интересные такие кедры, опять же это южные растения, это честно я не хочу связывать кедру, хватает сосны, у них у всех, что у пихты, что у сосны, что у кедра корень основной и один, ее сажают желательно в однолетнем, двухлетнем возрасте, дальше трудная приживаемость идет, корень глубоко уходит, поэтому мы стараемся не держать, больше двух лет распродавать, еще раз говорю, это хвойный опад, для тех кто не смотрел мое предыдущее видео, заменяет удобрение, мы не используем удобрение никакого, водичка пролили и все, ни марганцовкой не проходим, ничего не делаем, кто проходит марганцовкой ради бога, если вы там намерены, там от сорняка некоторые избавляются, подкладывают, под них ничего мы в грядку не подкладываем, земля как земля. рассыпали и берем опять нашу досточку и начинаем придавливать, и опять она придавливается в грунт, всегда стеем в открытом грунте, ну сейчас земля маленько промокла, это кажется что распылителем там много воды не уходит, на самом деле она пропитывается на 2-3 сантиметра, тем более сейчас еще и полив пойдет по опаду, будет поливаться каждый день, когда будет полив опять же мы увидим где мы с опадом, где-то не добросили, семена увидим, поэтому добросили, вот так далее и тому подобное, когда это все закончится, мы прольем это, опять покажем и на этом посев будет закончен, все пока работали, итак мы придавили хвойный опад, семена пробрызгали до этого, сейчас польем также хвойный опад, чтобы уже наверняка промотить, и где выступят семена, там мы будем подсыпать хвойный опад, это кажется на самом деле, что такая пшикалка небольшая, да, как она может пролить, но здесь, я проверял, она подсыпает, проливает примерно на 3-4 сантиметра, там земля прям влажная, и семена там томятся, а сейчас еще солнышко выйдет, так вообще прекрасно будет, завтра например, послезавтра, вот там где-то проступили семена, мы подсыпаем хвойного опада, и так после каждого полива, завтра если будем поливать, ну будем поливать, по-любому, потому что это все подсохнет, мы опять будем посыпать опад, это обязательно, чтобы семена не было видно, вдавили их в землю хорошо, сейчас они смешались школьным опадом, придавлены, так себе, опад заменилами удобрения, и ну все, в общем, в общем, должны расти, должны входить, на счет сосны крючки, у меня сомнения нету, что у нас зайдет, не зайдет раньше всех, ну, может, суря-восточная раньше всех, ну, вот, если видите, вот здесь, например, семена видно, берем, посыпаем, ну, и так все, ребята, проливаем полностью, хорошо, ну, запомните, капля должна быть прям мелкая, очень мелкая, если вот видите, капли большие падают, крупные, они выбивают сразу начинают и опад, и землю, и землю, поэтому проливаем только так, пока не взойдет, когда семя входит, корень уходит уже в двух, когда вы увидите, то есть, что семя взошло, корень был в земле, ну что, уважаемые друзья, ну вот мы и посеяли семена сосны крымской, с вами был Евгений Филимонов и питомник воинный дворик, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, всего доброго, удачи вам, с праздниками, до свидания, ну вот у нас сосна, прошлого года засеянная, вот видите, вот она уже, она дала почку, уже идет, это прошлый год, почка уже вот этого года, вот она, можно увидеть, да, она еще, да, где-то вот столько, примерно, я могу больше дать, поэтому, да, не, не ручаюсь, пойдет она хорошо, вот и сели в прошлом году, в прошлом году,